Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим, что выбрать в качестве пути программиста. Веб-разработку, то есть разработку сайтов и веб-приложений или разработку мобильных приложений. Мы пройдемся по всем основным пунктам и наиважнейшим основам, проблемам и плюсам каждого направления и выясним, куда лучше идти. Так как тема очень большая, а у меня имеется богатый опыт программирования именно в обоих отраслях и почти на всех рынках, то тогда я решил рассмотреть эту тему в нескольких видео. И сегодня я вам презентую первую серию своего фильма. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Давайте я сначала расскажу, почему я могу делать такие выводы. Свой путь программиста я начинал не совсем программистом, а верстальщиком сайтов. Я изучил языки HTML и CSS и верстал одностраничные сайты. Затем я освоил JavaScript и занимался фронт-энд разработкой. После этого я захотел расширить свои навыки, изучил язык PHP и кодекс WordPress и стал полноценным WordPress разработчиком. Затем мне стало интересно разрабатывать e-commerce сайты для салонов красоты и фитнес-клубов, то есть те сайты, у которых есть какой-то особый бизнес-функционал в стиле записи на прием с выбором сотрудника и прочее. И другой подобный функционал связан с личным кабинетом каждого пользователя. Так вот, для разработки таких сайтов я освоил язык Python и его фреймворк Django. В течение нескольких лет работы в веб-разработке мне это все надоело, и я ушел в мобильную разработку, а именно я выбрал Android-разработку. Я пошел в Android, так как у меня не было макбука, поэтому с iOS у меня, как вы понимаете, ничего бы не получилось. Поэтому я, собственно, и пошел в Android-разработку. От Android я начал писать на Java, но сейчас, конечно же, естественно, я пишу на Kotlin. Как вы видите, я прошел полный путь от веб-разработчика к разработчику мобильных приложений, и у меня есть достаточно опыта, чтобы рассуждать о том, куда стоит идти. И что немаловажно, я работал и в офисе, и на фрилансе, и сейчас я работаю на себя. И я знаю все возможности как разработчиков сайтов, так и разработчиков мобильных приложений на различных рынках. И, конечно же, я в этом видео поделюсь с вами своим опытом, устраивайтесь поудобнее, я начинаю. Но если вы еще не подписаны на канал, но интересуетесь мобильной разработкой, тогда скорее подпишитесь и включите уведомления о новых видео. Каждую неделю в два раза в четверг и воскресенье выходят новые видео. Я вам советую подписаться, чтобы быть в курсе того, что сейчас происходит в сфере мобильной разработки. Если мы возьмем любое видео о направлениях разработки, или о топ языках программирования, или видео по тематике, какое направление в программировании выбрать, то мы увидим одну и ту же картину. В каждом из этих видео будет деление по основным трем сферам. И именно между этими направлениями, как правило, выбирают начинающие разработчики или все те, кто меняет сферу программирования. Первое, что приходит на ум, это сфера веб-разработки. Второе, это разработка мобильных приложений. И третье направление, это гейм-дев, то есть разработка игр. И, как правило, всегда выбор идет между этими тремя глобальными областями. Но мы сузим наш выбор до двух направлений. Это веб-программирование и разработка мобильных приложений. Тот, кто думает насчет разработки игр, крайне редко смотрит на веб-программирование и разработку мобильных приложений, поэтому геймдев стоит как бы отдельным особняком. Кстати, если вам интересно узнать о такой сфере как геймдев, тогда пишите комментарии под этим видео, и я через неделю сделаю выпуск на эту тематику. Итак, по факту стоит выбор, куда пойти в веб-программирование или в разработку мобильных приложений, и на этом этапе совершается главная ошибка. Выбор направления каждый начинает примерять на себя. Что я имею ввиду? Одни думают, например, ну вот у смартфона маленький экран, там нормально ничего не разместить, пойду-ка я в веб-программирование, там большие экраны, есть где разгуляться, но когда человек только заходит в веб-программирование, ему прилетает информация о том, что мобильный трафик кардинально растет, и пользователи переходят на потребление контента с мобильных гаджетов, и все чаще пользователи заменяют какие-то непонятные и неудобные сайты на мобильные приложения. И тут человек начинает метаться, ему никто не говорит, например, о том, что никогда не нужно сайт переносить мобильное приложение. Сайт предоставляет информацию, мобильное приложение предоставляет сервис, то есть с помощью мобильного приложения человек не должен познакомиться с какой-то информацией, он должен что-то сделать для себя или для своего бизнеса. Но на самом деле такой избирательный подход по удобности интерфейса или аудитории в отрыве от всех остальных сторонах обоих этих сфер разработки не совсем правильный подход, нужно выбирать направление программирования со всех сторон. Я выделил 9 основных пунктов, по которым мы будем оценивать каждую из этих двух сфер разработки, а затем посмотрим, кто же еще и победит. Итак, мы начинаем. Интерес. Самый главный аспект, на который стоит смотреть, это то, что вам нравится. Задумайтесь, как вы относитесь к верстке сайтов. Если вас не тошнит о таких языках, как HTML и CSS, если вам нравится верстать сайты, то тогда ваш выбор именно разработка сайтов. Если вы прям горите от создания сайта и вам невероятно это нравится, тогда да, ваш выбор разработка сайтов. Ну а если вы хотите приносить пользу людям, если вы хотите создавать сервисы, которые вам принесут мировое имя, если вы хотите быть творцом чего-то особенного, если хотите быть свободным художником, то тогда однозначно выбираем мобильную разработку. В разработке сайтов этого достичь не получится, потому что видя сайт, все думают, ну очередной сайт, а видя приложение, люди более лояльны к нему относятся и более ответственны, подходят к его изучению. Так как сайт не привязан никак к пользователю. Пользователь захотел, зашел, а завтра про этот сайт забыл. Приложение является частью смартфона клиента, а смартфон это часть жизни клиента и тем самым вы через ваше приложение можете участвовать в жизни нескольких миллионов пользователей. Как бы популистично мое высказывание не звучало. Да, вы можете возразить, что пользователь сменит смартфон и забудет про ваше приложение, но если вы сделаете по-настоящему качественный продукт, то ваше приложение никогда не забудут переустановить. Итак, сайты это нечто будничное, что-то простое, что-то чем сейчас никого не удивишь, а мобильное приложение это самое актуальное, что сейчас есть на рынке. Это инструмент удивления и широчайшие возможности по созданию уникального сервиса для привлечения клиентов по рекомендациям. К вам будут приходить клиенты с репликой, мне вас посоветовали, так как у вас очень классное приложение с особенным подходом для клиентов. Нам прям нравится. Вы будете слышать что-то в этом духе. Прямая реклама, будь то директ или сео, уже плохо работает. Сейчас нужно клиентов удивлять, так как конкуренция в любом бизнесе большая. Но как же нам оценить этот пункт интерес к разработке? С одной стороны и одно и другое направление востребовано, но приложение намного актуальнее сайтов. Давайте оценим этот пункт для веб разработки в 1 балл, а мобильную разработку в 2 балла. Потому что она явно интереснее.